Всем доброго утра. У меня Дан спит. Я не знаю, что это такое, но, наверное, погода всё-таки. В общем, до нулечка. Мы с утра проснулись сегодня. Скорее всего, это и повлияло. Шея его разбудила в 8.30. Мы его покормили. И поехали. У нас на 9 был ортопед. Потому что нужно пройти до года ортопеда, кого-то там ещё, ортенолога и хирурга. Вот к ортенологу и хирургу у нас на 2-й половин дня он записан. А к ортопеду утром уже надо было попасть. Поэтому ездили мы уже с утра. У нас всё прекрасно. Малыш у нас хорошо развивается. Ножки отличные. Всё отличное. Тьфу-тьфу-тьфу. Пусть так и лучше. Я наливаю сейчас данную водичку. Ну, не водичку, а компотик. Потому что проснётся, захочет пить. Не будет нуждать вкусный компот. Я посмотрела компот вишнёвый. Он настолько вкусный, что дан просто в кайфе от него. Я прям сама в восторге. Потому что не ожидала. Сейчас сделаю тебе чай и пойду смотреть дальше супермаму. Потому что смотрю супермаму. Дан. Мой сладкий Дан уснул. Такие вот у нас денешечки. Ну, ничего страшного. Поспит сладкий. Потому что он вряд ли какой-то уставший. Ну, погода сегодня вообще ужасная. Поэтому, я думаю, он и лег спать. Почащу чуть-чуть. Промочу чайник. Чайник. Сейчас лимонный пислотый влом возле пищи. Быстренько почищу. Можно будет пищи. Я так, чисто, листко промыла, сейчас сделаю свой чай и запихучу лимонную пиццерию, чтобы хорошенько выгонить. Андрей пришел на работу, у нас 5-15 остальмологов, поэтому они, знаете, уже будут дома, все, что ехать к нам в поликлинице, ехать 15 минут, ну, меньше 15 минут, вообще, типа, можно доехать за 5, в среднем 7 минут, короче, мы на месте будем. Ну, чтобы нам нужно было прийти туда спокойно, ну, зайти не забегая, потому что мы сегодня утром опоздали, мы ужасно опоздали, у нас получается прием, сейчас скажу, со скольки, до скольки, с 9-15 до 9-35, по-моему, когда-то, а, до 9-25, или 30, короче, это не важно. Мы до 30 с чем-то, потому что мы забежали, а, с 9-15 до 9-30, вот, мы забежали, как сумасшедшие просто, в 23 минуты, говорим, это мы на 9-15 к вам должны были прийти. Можно еще, говорю, давайте, типа, заходите. Мы сегодня были опоздушки, трошки. Делаю сейчас чай себе. Вот это, блин, не знаю, у нас скоро день рождения, не знаю, что я хочу себе на день рождения. Я вообще очень хочу такую штуку, как сушка для овощей и фруктов, ну, вот именно для фруктов я ее буду использовать, чтобы делать вот эти вот все чипсики. Значит, вот так они очень дорого стоят, если их покупать, ну, в таком количестве, в котором мы любим кушать. Мы любим покушать так, чтобы ты наелся и кайфанул, а не так, чтобы себя подразнить. Все, я понимаю, многие люди относятся к разным вкусняшкам спокойно, а мы любим, если взять вкусняшку, то ей наестся. Вот, поэтому очень хочу и думаю, да, ну, будет полезно, всякие чипсики делать там с груши, с яблока, апельсиновые, лимонные чипсы делать. То есть, все это делать можно будет, не знаю, может быть, все-таки я хочу себе эту сушку овощей и фруктов. В принципе, она не супердорого стоит, ну, есть разные, конечно, но я супердорогую версию не хочу, мне она не нужна. А вот обычную версию, ну, это там что-то около 50 долларов стоит, то есть, это вообще супербюджетный вариант, учитывать то, что ее можно очень долго пользоваться, разные вкусняшки наделать. Тричем, хотелось бы мне ее, но просто есть кучу разных вещей других, которые мне хотелось. Поэтому буду думать, все-таки определяться с подарком, что на день рождения, что я буду, я буду хотеть, вот. Не знаю, посоветуйте, может быть, в комментариях какой-то интересный приборчик, возможно, или что-то тоже, короче, интересное, как в душе. В принципе, на эту сумму можно купить сковородку ЛОК и можно купить этот, сушку для овощей. Я бы, наверное, хотела больше сушку для фруктов, овощей, нежели сковородку ЛОК, хотя сковородку ЛОК я бы тоже очень бы хотела. Может, по итогу попросить? Не знаю, посмотрим. Короче, буду думать уже над подарком себе. Даже не знаю. Идей никаких, кроме нужных. Боже мой, попробуйте, если вы любите так же арахисовую пасту, как я, попробуйте вот эту вот арахисовую пасту сельпоштую. Она, во-первых, она, ну, она реально, запах, боже мой, он такой вкусный, этот запах. Ну, я просто вот так вот причинить дня несколько раз в день, подхожу, набираю такую ложку и просто потом хожу с этой ложкой. Боже, это просто кайф. Ну, вообще, всякие такие вкуснятия, обожаю. На самом деле. Так, все, чай залила. Можно привляться к дональке в кроватку. Надо только наушники не забыть. И буду смотреть дальше. Блин, посмотрите, программа SuperMal очень, очень прикольная. Реально такой типа проект. Спокойный, прикольный. И, не знаю, ну, легкий, типа, ненапряжный. Короче, мне очень, очень понравился. Кира, держись. Сильно держись. Готово? Сильно. Сильно-сильно. Готово? Сильно. Вот сейчас сильно. В общем, мы сегодня сходили к доктору на все осмотры плановые, которые в угоду надо пройти. И нам накапали в глаза. Короче, сегодня мультики смотреть нельзя, поэтому мы взяли Киру. Кира, скажи привет. Привет. И приехали играть в двоигровой театр. Ребенок уже в шариков. Да, да? Да. В общем, короче, будем веселиться. Кира только что. Кира, расскажи свои впечатления про ту штуку. О, господи, я хочу перевернулась. Я такая еду, еду, смотрю, просто в шоке, а понимаю, что сейчас перевернусь, переворачиваюсь. Обалдеть. Так, я предлагаю всем отправиться на батуты. Пиш, пиш, пиш. Это нам зрение нельзя напрягать. Много разноцветных шариков. Нам сказали, что нельзя напрягать зрение. Сегодня. Поэтому мы не напрягаем зрение. Поэтому мы пошли выигрываем. Давай. Зая. Да ну, ну как? Вот тут золотой, тут золотой. Вау. С Даном. Спуститесь с Даном. Пошли. Ну. Ну не так, Зай. Мы тут с нашим чемоданчиком, где вся переодевашка и пить для ребенка. Сейчас Данулька спустится. Садись. Дануля. Поехали. Прикол. Он понял, Зай. Понял? Да. Да что ж ты жёгкий сидишь? Да и шки. На шариках. Дан и Кира на корабле. Это когда Дан пытается слезть. Ему не удалось это сделать. Ничего себе. Не держи его. Если он хочет идти, не надо. Зай, ты его держи. У-у-у. Начни. Понятно. Я открыл камеру поснимать, как Ира с Кирой играет. Но зато я с тобой хочу сыграть, поэтому Кира с Даном, а я играю. Ира с Даном, только контролирует, да. Сосудим пол. Проходите. Ой, ты не играла? Ну всё, короче. Не играла, можно с СССР? Всё, теперь всё. Хорошо. Кирилл, ты не дала? Да, ну что? Ну что, круто? Класс? Убьётся? Класс? Ну, в ветерах, конечно, пришли сюда. Ужас. Как Данна это всё смотрит, развлечения? Заяц, встань с мальчика. Встань с мальчика. За машину. Смотри, какой мигрей. Садись попой. Хочешь садиться попой? Смотри, садись попой. Снова. Снова. Кира, ну что, тебе нравится? Да, ну тоже очень нравится. В общем, сопротивляться про облизывание шариков бесполезно. Как ты делаешь, да? Ти-ш-ти-ш. Давай, делай так. Ти-ды-ш. 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 Как ты делаешь? Давай. Ти-ш-ти-ш-ти-ш. Ти-ш, да? Да. Давай. Ти-ды-ш. Ти-ды-ш. Давай, лезь. Молодец, а давай еще раз, давай, 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 побежали, побежали, побежали. Зеленая машина, зеленая это у нас любовь, конечно. Ну что, ты подвезешь? Мужик, чтобы вы понимали, крутит руль одной рукой, как прямо мама. Да, там посетит там вообще мужик. Там ничего не делается. Мужик, чтобы вы понимали, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете. Вот, 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 вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дан, пойдем домой спать Смотрите, сколько здесь PlayStation'а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok